А тем временем в Уральске простаивают два предприятия по переработке шкур крупного рогатого скота. По словам кожевенников, раньше годовую продукцию отправляли на экспорт, но сейчас она почти не пользуется спросом. Склады переполнены, а сроки товара почти истекают. По мнению специалистов, связано это с низким качеством неиспользованного сырья и использованного. Альбина Кумаргалиева разбиралась в ситуации. Три года назад в крупнейшем мясоперерабатывающем комплексе страны наладили переработку шкур. Запустили дорогостоящие оборудования. В месяц здесь перерабатывали до 80 тысяч тонн сырья. Товар экспортировали в страны Европы и Турцию. Однако шкуры домашних животных, которые поставляли местные фермеры, очень низкого качества. Точно так же есть тавро. Это когда перекупают скотину и ставят штампы. Штампы ставят очень глубоко. Это прижигает. И в конечном итоге у нас это выходит как пятый сорт. Проблемы бывают также с тем, как питается скотина. То есть чем лучше питание скотина, тем шкура будет толще, тем будет объемнее она по масштабам. На сегодня работа цеха приостановлена. В последнее время наблюдается резкий спад цен на шкуры. Продукция пятого сорта пользуется низким спросом на международном рынке. Цены очень сильно просели. Это более пяти раз. Раньше можно было квадрат продать в районе 15 за квадратный доллар. На сегодняшний день цена варьируется от 3 до 5 долларов. В регионе приостановлена работа еще одного перерабатывающего предприятия. Причину специалисты связывают с проблемой поставки сырья. Работа предприятия приостановлена из-за финансовых трудностей. Их действующая бойня принимала шкуры, снятые только механическим путем. А шкуры, которые были сняты, например, самостоятельно, фермерами не принимались, потому что были повреждены. На сегодня отрасль испытывает большие проблемы. Проблемы необходимо решать на государственном уровне, считают предприниматели. По их мнению, чтобы улучшить качество продукции, необходимо ввести вакцинацию от овода и запретить клеймение животных.